Здравствуйте, сразу первый вопрос. Есть ли у вас ощущение того, что вчера вечером мы наблюдали за поистине историческим событием, за чудом на футбольном поле? Да, можно сказать, потому что если поначалу как игра складывалась, мы до этого говорили, что я обращал внимание, что в принципе Барселона по классу она сильнее Парисен-Жермена и два мяча в каждом тайме они в состоянии забить. Вы давали 10%? Да, 10% давал, потому что фора все-таки очень большая была и у Барселона еще ни разу в такой ситуации не выигрывала. Но у нее такой ситуации, правда, и не было. У нее была ситуация, когда она 3-1 проиграла Интеру в свое время и у них ничего не получилось. Хотя там тоже пенальти было, по-моему, Месси, по-моему, пенальти не забил. Я уже точно не помню. Но вот именно такой ситуации, зеркальной, еще не было. И как вот игра складывалась, все шло к тому, что Барселона сумеет эти 4 мяча отыграть. Но потом наступил критический момент, когда они при счете 3-0 пропустили. И вот когда они пропустили, честно говоря, я здесь очень засомневался. Очень засомневался. И уже даже, знаешь, настолько, знаешь, как шокирован был, ну как игрок, в том смысле, что все шло по плану, еще времени сколько, да. Можно все спасти. И здесь вот такой случай. Я даже хотел, знаешь, это выключить телевизор и пойти спать, потому что, да, уже, уже, типа шансов никаких нет, да. Вот, но потом все-таки решил посмотреть, все-таки это своего рода, знаешь, как трагедия тоже, да. Для одних трагедия, для других радость, и как это все будет выглядеть. В конце концов, у меня мелькнула мысль, что Барселона все-таки попытается достойно проиграть, скажем так, ну, по сумме двух стрейч. А здесь, ну, забить больше, там, 4 забить, ну, пропустили несчастный случай. Причем пропустили со стандартом. Со стандартного положения, когда самое тяжелое, казалось бы, а самое опасное это контратаки, уже позади была, контратака острая была, и здесь на тебе, пожалуйста. Ну и согласны с тем, что вот на таком уровне, на уровне лиги чемпионов, на уровне плей-офф лиги чемпионов, из всего современного футбола, наверное, только Барселона способна была на такое чудо? Да, я думаю, вот сейчас при таком уровне противостояния, ну, ты знаешь, я думаю, я думаю, в какой-то степени на это способен, конечно, и Реал. Реал, потому что у него исполнителей, ну, такого уровня, как у Барселоны, хватает сопоставимой команды. Больше того, я считаю, что линия обороны у Реала сильнее просто, вот, и то, что Серхи Рамас творит, да, забивает, забивает, и тогда Лигу чемпионов выиграл для Реала. Такие голы, и тоже, знаешь, как в концовках игр, вот, то, что Реал делает, он впечатляет. Ты помнишь, как они Барселону, вернее, не Барселону, а Баварию разбили в Метхене? Но я вопрос... Но сейчас, сейчас я с тобой согласен, вот, на сегодняшний день, вот, при таком противостоянии, пожалуй, только Барселона способна на то, что они сделали. Ну, и Барселона, выходя на поле, проигрывая четыре мяча, они вышли настолько уверены, они были уверены и до начала матча в том, что это реально. И Барселона, к чему вопрос мой был, к тому, что мне кажется, что сейчас в мировом футболе только Барселона, во-первых, она уверена настолько в своих силах, это такая ментальность победителя, что для них нет безвыходных ситуаций. Для любого другого клуба 0-4 на выезде, тем более против пассажир, можно было считать уже все, там, закрываете лавочку. Но Барселона была уверена, что она может это сделать, и она это сделала благодаря, в том числе, и своей уверенности. По поводу ментальности я с тобой согласен, потому что она в таких ситуациях уже была, причем не всегда заканчивалась успешно, я тебе вот вспоминаю, Интер, да, а это, по-моему, в полуфинале даже было. Вот, то они через это все прошли, и по сравнению с Парис Энжерменом, у них, конечно, опыт значительно больше, но и вот непосредственно к этой игре мы сейчас посмотрим видео, быстро посмотрим видео. На видео остановимся, а потом уже разберем, почему такое стало возможно. Больше того, я тебе сейчас такую мысль выскажу, значит, смотри, в какой-то степени, в какой-то степени помог еще и регламент. Потому что, если бы они играли через неделю, через неделю после проигрыша в Париже, да, то, во-первых, они бы эмоционально не могли бы отойти, во-вторых, они не смогли бы перестроиться так быстро, да, и не смогли бы наиграть эту модель, понимаешь, потому что все оставшееся время вот эти результаты, 5-0, 6-1 не случайно, потому что они наигрывали все оставшееся время эту модель игры. Вот, больше того, отошли психологически, потом, по-моему, разница в 3 недели была, да, это дает, это почти месяц, да, это дало им возможность подтянуть себя функционально, потому что в Париже, в Париже, да, Инъеста был не в порядке, Бускет был не в порядке, больше того, сейчас уже многие, наверное, не помнят, да, Луис Энрики еще с составом не угадал, потому что, ну, я не знаю, Маскерана, не играл по поводу травм, или он пропускал, да, но Маскерана не играл, и Ракитича он сразу состав не поставил, стартовый, да, а мы видели роль Ракитича, вот, в этой игре, да, вот, и самое главное, Инъеста, Бускет были после травм, они тоже не в порядке были, а вот эти 3 недели позволили привести команду функционально, и плюс настрой вот этот, все 3 недели они настраивались соответствующим образом, потому что после игры, после игры, Неймар сказал, что практически невозможно, невозможно, вот, после такого результата, вот, ну, пройти соперника, да, то есть они после игры сами не верили, да, больше того, Верати сказал, что во время игры, во время игры, при счете 3-1, но он, наверное, общался с этими, с более известными футболистами, они вот, не с теми, не с запасными, которые он стал выпускать, говорят, они тоже не верили, говорит, вот, вполне возможно, потому что все правильно, но вот это, вот эти игроки, которые вышли на замену, плюс вратарь, да, они об этом не думали, они выходили, у них просто был шанс сыграть, вот, ну, и потом, конечно, когда вот 4-й они забили, потом 5-й забили, здесь уже просто, знаешь, кураж поймали, и они уже, уже ни о чем не думали, просто лезли туда вперед, и додавили, потому что чувствуют, вот, знаешь, как боксера, когда наносят ему сильнейший удар, и он поплыл, то ты смотришь ему в глазах и видишь, что он невменяем, он ничего не видит, и вот здесь тогда бросаются и добивают, вот, то же самое, сейчас вот происходило с этой, с Париж-Инджернером, причем, причем, обрати внимание, они им таких ударов, ни один удар нанесли, в течение, то есть, практически, они им периодически наносили, они от них как-то могли, оправлялись как-то, да, вот, а в конце уже, в конце уже не смогли оправиться, ну, там, плюс ко всему еще и устали, понимаешь, и здесь тоже по заменам можно, как говорится, еще поспорить, я с тобой согласен. А вот вопрос по поводу замены, как вы считаете, стала ли роковой замена Арье на Дракслера, вернее, Дракслера на Арье, ведь это означало, что пассажир прекращает выступательные действия. Да, потому что Дракслер, он активно участвовал, и немцы, немцы они это умеют делать, и он активно участвовал как раз во всех этих атакующих действиях, вот, а там приходилось Ковани назад отходить и цепляться, а он должен был только на острие играть, и быть все время свежей, для того, чтобы вот эту контр-игра была. Но, чтобы это была контр-игра, нужно, чтобы кто-то доставлял им этот мяч, понимаешь, а не они сами у своей штрафной площадки брали мяч, вот, как этот, Ковани брал, и когда ошибки были, понимаешь, то есть здесь была нарушена другим языком, если говорить, здесь была нарушена структура игры, вот, неправильными заменами. Теперь смотри, еще о чем нужно говорить, нужно говорить еще и о том, что все-таки нужно пристать вот от первого матча в Париже, да, во-первых, я уже говорил, что вот ту игру, которую они продемонстрировали, она не типичная для Пари Сен-Жемена была, потому что они так постоянно в своем чемпионате не играют, это раз, вот, а это, в принципе, наработки, наработки были Эмири, который хорошо знал Барселону и информацию о ней хорошую имел. Больше того, на тот момент, на тот момент у Барселоны не кризис был, как многие стали говорить о кризисе, да, а у Барселоны был спад, временный, временный спад и недооценка соперника, вот. И, а Эмири, Эмири, может быть, может быть, подумал, подумал, что это действительно состояние обычное на тот момент для Барселоны, да, вот. А как вот показала ответная игра, да, что это им все нужно было перезагрузку провести, и там стечение обстоятельств, просто несчастный случай получился, все в одном сошлось, плюс, конечно, и Эмири там с составом не угадал, да, вот, но это, это не постоянное состояние Барселоны было. И об этом, кстати, Зидан сказал, когда стали говорить о кризисе, он говорит, какой кризис, говорит, атлетика потом обыгрывает, и такие, с такими счетами обыгрывает, да, это просто был спад временный, плюс психологически очень сильный удар и недооценка соперника, понимаешь, все вместе сошлось, как критическая точка, и вот они получили такой удар сумасшедший. Но их спасло, их спасло время. Если бы вот этого времени, еще раз говорю, не было, не три недели, а неделя была, да, то они просто перезагрузиться бы не смогли, и функционал не смогли набрать, тот функционал, который они набрали, вот. А все остальное, все остальное, это в ихнем ресурсе и потенциале было, они их просто, как говорится, вот для такого критического момента они все наружу это вытащили, вот, и, и что называется, единственно правильный тактический вариант игры избрали, да, вот. А все остальное, это, это уже удача, знаешь, как, при больших победах, при больших победах, вот, без удачи, я не помню, я не помню случай больших побед, чтобы удача не сопутствовала. Вопрос по Эмире. В первом матче мы можем назвать победу дома над Барселоной тренерской победой, потому что тренер грамотно нашел тот рецепт грамотный, который позволил бы победить Барселону, и то, что с таким счетом это получилось. Самое главное, батас, я тебе еще раз говорю, ты совершенно правильно говоришь, да, и самое главное, самое главное, что, почему, почему Эмире именно такой вариант выбрал, потому что он совершенно имел точную информацию, потому что они отслеживали, в каком состоянии находилась на тот момент Барселона, а Барселона на тот момент находилась не в лучшем своем состоянии, но все равно. Но в ответ на матч, ведь Эмире, это поражение почти тренерское, потому что команда не может выходить играть так, без установки тренера. Я тебе скажу, что как и первая победа тренерская была, так и поражение тоже тренерская. Так истинное Эмире, лицо истинное Эмире как тренера, оно какое? Ну ты знаешь... Далеко ли ему до когорты великих тренеров? Ведь такие поражения, ну это очень сильный удар по репутации, по самолюбию и так далее. Ну, такое, да, такое поражение, он может и лишиться сейчас места своего. Тем более, ты в курсе делаешь, что там за проход каждые миллионы евро? Ну, сэкономили, шейхи, да. Шейхи сэкономили. Да нет, но знаешь как, на престиже сэкономить нельзя. На престиже они бы больше, они бы это все отбили бы и отработали, если бы там до финала дошли были и финал выиграли, понимаешь? Вот, но я тебе скажу, я тебе скажу, я не случайно, когда еще говорил, у меня такое сложилось четкое представление, когда я во Франции работал, да, что вот в решающие моменты, по листам же Мэн, да, вот были такие моменты, да и французы в целом, да, они порой вот этого пресса не выдерживают, да. Тоже, казалось бы, сборная вышла у себя дома в финал, финал чемпионата Европы, да. Вот, Рональдо уходит с поля, да, казалось бы, вот, бери, да, все, а они не смогли. А в 98-м смогли? Да, а? В 98-м смогли. А? В 98-м смогли, но в 98-м немножко другая команда была, это раз. Потом, в 98-м, ты не забывай, там с Рональдо кризис какой-то сумасшедший случился, и это на команду психологически очень сильно подействовало, там другие, до сих пор неизвестно, с чем это связано, почему это так произошло. Единственное, только известно, что ты видел, он лишний вес, он... Ну, его проблемы, да, с здоровьем. С обменом вещей, как и у Герца, да. А что там с ним произошло, когда он, этот, с ним там чуть ли не эпилепсический припадок был, подсоляюсь, и поэтому там все осталось так мураком, и до конца неизвестно, почему это с ним произошло. Многие в комментариях называют матч договорным. Вам, дескать, так не кажется? Очень странный матч был. Да, договорным, договорным, договорным со стороны кого? Со стороны, я не знал, кого. Ничего себе, ничего себе, когда на кону для каждого игрока по миллиону евро стоит, и с кем они там договаривались? Что им больше, что ли, дали? Очень много, даже не вопросов, а просьб к вам, дать оценку все-таки тренеру по СССР. Прав ли Дзюба был? Или все-таки время нужно, чтобы... Нет, но Дзюба, 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 Дзюба не прав был. По той простой причине, что в отношении тренера вообще так говорить нельзя. Ну это понятно. То есть он этически неправильно поступил. А что квалификацию тренерскую брать? Человек три раза подряд выиграл Лигу Европы. Ты что, Кубаку и Факт? Какая может быть... Это не перечеркивает все до сих пор? Да нет, я думаю, это не перечеркивает по той простой причине, что я тебе объясню такую вещь. Мы вот здесь вот отмечали, что Эмири виноват, что Ковани не забил и не забил этот. Ди Мария не забил, что он в этом виноват, что ли? Что он виноват, что вратарь, вратарей такие ошибки допускал. Но я виноват, что его команда вышла с трястущимися коленками, без должного настроя. Не, 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 настрой был больше того. Настрой был у Барселона, у пассажира настрой не виделось это никакого? У пассажира был настрой выйти и 90 минут отстоять и не пропустить 4 мяча. Я не думаю, ты понимаешь, у них как раз... Так они паниковать, у них перенастрой, наоборот, был. Вот если бы у них настроя не было, они паниковать бы не начали, понимаешь? А у них, наоборот, перенасстроя, они себя очень скованно чувствовали. Понимаешь? А скованно чувствовали, знаешь, почему? Потому что опыта нет. Опыта еще такого нет. Ты посмотри, у них там верлайте, там и еще народ играл. В первой игре у них вообще пацан играл центрального защитника, правильно? Ну, в их команде Тиагусилва. В их команде Кавани. А Тиагусилва, помнишь, они 7 штук получили? Помню. Где? В Бразилии. Поэтому я вот обратил на него внимание, да, и ты вот обратил, может быть, обратил внимание, да? Там нет, у них нет игрока, который бы там гонял бы там. Шумил. Со Златаном бы они позволили себе это. Вот со Златаном, да. Со Златаном быстрее всего не было. И вот в этом цена Златана, где бы он не играл, понимаешь? Там нет ярко выраженного, вот это даже Тиага, он молчит, да, ты видел, чтобы он там что-то, этот, там шумел, там еще что-то там, настраивал партнеров как-то их. Там больше такой был еще в обороне. Давид Луиз был такой в обороне у ПСШ, который мог завести команду. Вот, а здесь, да, помнишь, они спасались с Челси, да? Да, 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 да. А здесь такого не было, здесь все-таки, знаешь, как, много неопытных игроков. Неопытных игроков, а у Барселоны стоило только выйти игрокам, вот он составом чуть-чуть не угадал, да, и ты видел, во что это превратилось в Париже, да? Вот, а здесь, здесь, у Барселоны вышли на всех таких ключевых позициях одни опытные, там только Рафиня был в первом тайме, неопытные, ну, относительно неопытные, да. А остальные, да, да, МТТ. А остальные все волки, да? Потом наверняка, наверняка, вот МТТ, он тоже вот это о французской психологии рассказал, у французов, у французов, порой, особенно перед немцами, у них вообще нервы не выдерживают, вот, немцы их в любом состоянии всегда французов обыгрывают, понимаешь? Вот, это комплекс, я обратил на это внимание, и вот как раз вот у них часто они не добивались результатов, как раз вот в результате вот этого психологической неустойчивости. А Эмери, по поводу, здесь вот, чтобы понимали еще, да, вот когда задают вопрос по поводу Эмери, да, там, Дзюба сказал, да, ты понимаешь, западные тренеры, и с этим все сталкивались, и Хидинг, и Капелла сталкивался, и Эмери, и все, и вот сейчас и Луческу сталкиваются все, да, тренеры, тренеры западные, да, особенно такие, как Эмери, они не учат футбол играть, вот то, что мы с тобой сейчас разбирали, это практически учеба, да, к ним приходят готовые футболисты, они их тактически, тактически и психологически настраивают, да, вот, и они выходят и играют, особенно, когда много звездных игрок, такие, как Игорь Моряевич и другие, да, то им, им вообще их в состав нужно поставить, они там сами организуются, понимаешь, на поле, особенно, почему я говорю, главные лидеры, потому что, что такое лидер, вот, вот, Неймар, может быть, была дана установка вот эти подачи делать, но я же тебе говорю, во втором варианте, он же сам самостоятельно решал, и настоящие лидеры, они, в зависимости от ситуации, я по себе это знаю, вот, в Спартаке, да, мы в зависимости по ситуации даже отходили от установки тренера общей, понимаешь, то есть действовали по ситуации, это могут сделать только лидеры, вот, если таких нету, команда идет по накатанной, она, как вот тренер сказал, там, ситуация давно изменилась уже, нужно по-другому играть, а она все выполняет установку тренера, понимаешь, и пока перерыв или он там за счет замен что-то не сделает, ничего не меняется, да, вот, так вот, для них вот это основное, понимаешь, а у нас российских игроков, помимо всего прочего, их еще учить элементарным вещам нужно, которых не научили в свое время в детских командах, и вот Бесков этим как раз и занимался, понимаешь, вот, а эти этим не занимаются, они не учат, они считают, что эти вещи все должны знать, больше того, иногда бывает, что они и сами тренеры этих вещей не знают, потому что эти вещи вложены в игроков, понимаешь, и они их этому не учат, вот, а сейчас вот начать, вот, мы с тобой разбор провели, да, вот сейчас начать разбор провести и тем же самым игрокам этим, пары Сен-Жемена предъявить притензию, скажут, что вы делаете, и они сами на себя, они возражать не смогут, потому что они действительно такие грубые ошибки допускали, что так в обороне нельзя играть, так вот, вот эта надежность в игре в обороне, да, в обороне, она тоже с опытом приходит, когда команда опытная очень, через все прошла, обученная уже, да, то она вот в таких системах, у них при таком давлении, обычно, вот, я по себе знаю, когда уже, ну, опытный игрок был, да, на меня, наоборот, чем больше зрителей, тем лучше, чем они больше шумят, тем лучше, а так я на них никакого внимания, там никакого давления нет, а вот молодых, я видел молодых, у них руки тряслись, и колени тряслись, это потому что они не адаптированы на это, плюс не забывай, большая физическая нагрузка, вот это давление, я тебе же не случайно говорил, ведь соперника, чтобы взломать, вот иногда многие не понимают, и вот то же самое недопонимание, может быть, и у Барселоны было, когда они вот эти тики-таки, знаешь, катали, да, и я говорил, и Бесков у нас, у нас за это просто, у нас в Спартаке это недопустимо было, знаешь, почему, потому что, когда ты играешь назад-поперек, и не обостряешь, да, особенно с начала игры, а у Барселоны всегда так было, вот когда они тут, и вот так и играли, да, что получается, что соперник при этом, ты соперника не нагружаешь, он отдыхает в этот момент, когда ты вот назад-поперек, а обострения нету, да, а вот когда ты обостряешь, да, пускай ты там тоже мяч теряешь, да, но ты за счет прессинка возвращаешься, ты постоянно оказываешь давление, и защитники устают, устают, и соперник устает, и поэтому вот это давление необходимо для чего? для того, чтобы измотать соперника, у тебя может не получиться что-то в первом тайме, но если ты продолжишь во втором, вот в том же, то просто не выдержит, не выдержит, особенно неопытной командой, вот Парис Сен-Жермен, как раз, у них не случайно они фаворитами не считались в этой паре, изначально, да, потому что у них, у них вот такого опыта, опыта, какой есть у Барселоны, нет, единственное, этот мяч, матч, вернее, дал вопрос о том, что вот скептики заговорились, что это провал Барселоны, что Ера их не заканчивается, и Ера их не заканчивается, потому что и Нымар, и Суарес, и тот же Месси, 29 лет, это самый сок, самый рассвет, вот, другое дело, другое дело, что нужно было переструиться в тактике, уйти от этой тики-таки, да, вот, и вот эта игра, сама жизнь их заставила отказаться от тики-таки, вот, и показала им направление, по которому надо идти, вот, чем важен еще этот матч для Барселоны, помимо всего прочего, там, психологически, то, что они сейчас, то, что их после этого боятся все будут еще больше, да, но я тебе скажу, что сейчас и Реал, и Бавария, вот, и Атлетика, да, сейчас вообще сумасшедший собирается состав в одной четвертой, да, и вот с одной четвертой, я думаю, начнется настоящее пиршество, вот, особенно вот после того, что сейчас Барселона сотворила, то есть уровень игры, уровень игры будет очень высокий, там же еще Манчестер-Сити, да? Да, да.